В советское время на территории Абхазии функционировали объекты союзного, союзно-республиканского, республиканского и местного подчинения. Накануне распада СССР начался процесс перераспределения государственной собственности, в частности недвижимости. На территории Абхазии таких объектов было немало, и впервые возникло необходимое создание Комитета по управлению имуществом и приватизацией. Для экономического обеспечения суверенитета Абхазии председатель Верховного Совета Владислав Арденба инициировал создание Госкомитета по управлению имуществом и приватизацией. У его истоков стоял Беслан Кубахия. Практически с первых дней в Комитете работал и Адгур Лужба. Сегодня заместитель главы администрации президента вспоминает, как начиналась работа в этом направлении. Уже после развала СССР, естественно, начали ликвидироваться различные министерства и ведомства, в собственности которых находились эти объекты. И для того, чтобы они уже обрели реального хозяина по месту своего территориального нахождения, и был создан комитет, чтобы он был временным собственником этих объектов. То есть речь шла о принятии на баланс, описании имущества и оформлении приема сдаточных документов с теми ведомствами, в ведении которых эти объекты находились. В те дни речь в основном шла об объектах курортно-туристического значения. Этот процесс длился до начала Отечественной войны народа Абхазии. Однако в военный период комитет ликвидирован не был и даже действовал в рамках возможного, рассказывает, вспоминая один из эпизодов от Гур Лужба. Были разные моменты. Находили временных директоров, назначали руководителей, чтобы они могли хотя бы какую-то охрану или какие-то меры предпринять, чтобы не растаскивали имущество. Мне приводится такой момент, когда бывший военный санаторий Шера находился практически на линии фронта, как вы знаете, в зоне обстрела и так далее. Там начался процесс, там даже телевизоры были на момент начала войны, телевизоры, холодильники, мебель. И для того, чтобы не испортить это имущество, мы даже организовали вывоз этого имущества в Гудауту. Я специально тогда арендовал один из складов, и мы свозили это имущество туда. Ну, поскольку его сохранить было достаточно сложно, потом раздавали нуждающимся, тем, кто беженцы находились. То есть мы как-то хотя бы распределили. По сути, комитет по управлению госимуществом и приватизацией начинал с нуля дважды, после распада Союза и после победы в войне. Многие предприятия были уничтожены, зачастую вместе с документами. Часть документации вовсе была утеряна. Тогда самая активная работа велась над созданием банка данных. В 1995 году комитет расформировали, а его функции временно выполняло Министерство экономики. Отгур Лужба работал в госком имуществе с 1991 по 1995 год. Сегодня он называет главной функцией ведомства – эффективное управление. Главная функция – это управление. Управление предполагает рациональное использование, эффективное использование, использование для государства. Здесь рассматриваются различные формы. В основном арендные отношения, которые дают финансовую результативность. Организация управления государственной собственностью сложна. В основе анализа и реализации управленческих решений – информация о состоянии управляемого объекта. Одной из базовых функций госуправления объектами недвижимости является их учет. Комитет по управлению государственным имуществом и приватизацией в независимой Абхазии был создан в марте 1998 года. Его первым руководителем стал Тамас Гогия. Проработки нормативно-правовой базы утверждены не были. Основа работы строилась лишь на проектах. Вот был указ президента о создании назначения моего. И я вышел во двор. И вот действуй как хочешь. Иди куда хочешь. Бюджет был республиканский утвержден. Мы финансирование бюджета не проходили. Нам отдельной статьей, отдельным распоряжением из резервного фонда выделяли какие-то там денежки. Для того, чтобы минимальные средства на фонд заработной платы. Только лишь не более того. Вскоре было утверждено полноценное штатное расписание. К работе в комитете приступили 17 человек. В основном Тамас Гогия привлекал к деятельности молодых специалистов. После войны это было крайне важным для страны. Поднимали всю возможную на тот момент литературу, которая была. Обращались за помощью сейчас интернет, компьютер и так далее. Тогда всего этого не было. Обращались за помощью к друзьям. Они нам находили нормативную базу, существующую за границей, бывшую в России. Основу надо было взять, надо было иметь представление. У нас не было специального образования, специальной подготовки. Опыта в работе по данному направлению тоже не было. У государства в целом не было. Понимаете, не только у меня лично. И приходилось заниматься самообразованием. Очень сложно было. В 1997 году парламент Абхазии принял закон о приватизации. И был определен ее первый этап. Объекты розничной торговли, социальной сферы, бытового обслуживания. Цель заключалась в том, чтобы провести определенный опыт данной работы. Провести эксперимент. Пускай будет, может быть, это неправильно сказано. Но в данном конкретном случае это был эксперимент. Это международный опыт. Это международная система управления страной, и от которой мы отказаться никак не могли. Но у нас своя специфика, которую надо было учесть. Специфика, связанная с мировоззрением. Специфика, связанная с послевоенными проблемами. Вы помните, да? Когда объекты, некоторые объекты, значит, были просто заняты кем-то. Они пытались что-то делать. Пытались как-то, значит, возродить их деятельность. Надо было узаконить. Многие объекты были возрождены и запущены за счет частных инвестиций, вспоминает Тамас Гогия. Тогда ввод в работу не то что магазина, а даже маленького киоска считался большим событием. Со временем окрепла и нормативно-правовая база, рассказывает первый председатель Госкома имущества. Я помню, по Воронова была построена небольшая парикмахерская. Телевидение приехало, снимали кадры. Вы знаете, так это было, так это на всю Абхазию. На сегодняшний день у нас такая мелочь, что мы на это не обращаем. И вот нам удалось создать нормативно-правовую базу под данный закон. Это все положения о порядке приватизации, о проведении конкурса, аукциона и так далее. Все нормативные документы, они утверждены были. Оглядываясь назад, Тамас Гогия признается, главной проблемой было отсутствие фундаментальной основы. Грандиозный объем работы нужно было выполнять фактически на ощупь. Более того, нередко само общество с трудом принимало деятельность комитета. Нам мешало то, что не было основы, опоры, от чего оттолкнуться. Самое трудное нам было то, что не у кого было спросить совета. Наверное, это самая большая трудность. Работы мы не боялись. Трудиться мы не отлынивали от труда. То есть мы могли, умели. Сотрудники были с высшим, не просто высшим образованием, довольно-таки грамотные специалисты. И мы пытались. Конечно, воспринималось обществом не всегда правильно. Очень сложно. Сложности были, проблемы были с... Они, знаете, настолько обыденные, настолько понятные эти проблемы, потому что, ясное дело, все новое воспринималось не всегда на ура. Все новое воспринималось... А оппозиция использовалась как инструмент для того, чтобы каким-то образом очернить существующую и действующую власть. Хотя любая оппозиция, придя к власти, не отказывалась от этих процессов никак. Проблема возникала с законом об аренде, который абсолютно не имел отношения к приватизации, потому что это отдельно взятый был закон. Что касается приватизации, то в годы работы Тамаза Гогия этот процесс строился несколько иначе, нежели теперь. Как таковой приватизации при нас не было. Приватизация с принятием закона о разграничении собственности, значит, мелкие объекты попали в ведение местных администраций. И мелкие объекты, объекты торговли, общественного питания, значит, входили в собственность районов и администрации местных на местах. И они занимались. Они не входили в подчинение Государственного комитета. Это самостоятельные организации при отделах, при администрации городов и районах. То, как проходит приватизация, сегодня странно, считает первый председатель Госкоммущества. И если в его время комитет не занимался приватизацией в целом по одним причинам, то сегодня это происходит совершенно по-другим, делится своей оценкой Тамаз Гогия. Таковой приватизацией Госкомитет по управлению имуществом не занимался в мое время. Мало того, он и сейчас не занимается, на мой взгляд. Сейчас приватизацией занимается почему-то, как ни странно. Не знаю, покажете вы это или искаете парламент. Вы понимаете, это нонсенс. Этого быть не может. Мы, говорит, принимаем закон о сдаче. Вы принимаете решение, а это говорит о том, что вы продаете. А мы техническую часть, вся остальная структура, чиновники, выполняем техническую часть при оформлении какой-то сделки. Не более того. То есть, если сумма сделки утверждается законом, если определяется законом конкретный объект, то парламент занимается приватизацией. Но это вообще никак. Необходимо вернуться к первоначальному варианту закона 1997 года, уверен Тамаз Гогия. Кроме того, он считает невозможным так называемую полную продажу объектов госсобственности. Есть государственный комитет по управлению имуществом. Он должен быть полнокровным, полноценным и с определенными полномочиями. И он должен представлять государство и народ, как в законе 1997 года. Было сказано, что представителем парламента является государственный комитет. То есть, народ представляет парламент, а представителем парламента на основании данного закона является государственный комитет по управлению имуществом. Несмотря на то, что я был руководителем госкомитета по управлению имуществом, был его в свое время, то есть в свой период был его создателем, да, и не я один, я мой коллектив имеется в виду, весь наш коллектив, так будет правильно. Вот. Но я не считаю, что мы должны сплошь и рядом все продавать. Ни в коем случае. Абсолютно не за то, чтобы этим заниматься сплошь и рядом. Я за то, чтобы государственный комитет являлся рычагом и инструментом у государства, как собственник доли участия своего капитала в любых совместных предприятиях. Это тоже приватизация. Приватизация – это особая экономическая программа, рассказывает Константин Кацая, проработавший в комитете 15 лет, из которых 9 председателям. В условиях перехода к рыночной экономике при передаче имущества важно, чтобы собственник был эффективным. Особая экономическая программа, при которой государство осознает, что нести функции собственника тем имуществом, которое он обладает – это бремя и чаще всего непосильное для государства. Это, представьте себе, единственный собственник, который должен координировать, руководить, контролировать работой огромного количества менеджеров. Они все разные, у них все разная политика. Понятно, что при этом тем людям, которым попадает в руки эта собственность, они, наверное, если правильно ей распоряжаются, они, наверное, богатеют лично, но они создают массу рабочих мест. Задача приватизации – не просто передать собственность и забыть о ней, что, к сожалению, в нашей жизни нередко случается, если в ракурсе отдельных объектов брать. Но как раз создать предпосылки для работы этих объектов, эффективной работы этих объектов. В Абхазии сегодня развита торговая сфера – сеть магазинов бытовых услуг общепита. В 21 веке с трудом можно представить государственный супермаркет или столовую. Госком имущество работает в прямом взаимодействии с людьми, рассказывает Кацая. А имущественные взаимоотношения сами по себе сложны в любое время и в любой точке земного шара. Рассуждая о сложностях в работе, Константин Кацая рассказывает об отслеживании, переданных в собственность объектов. На мой взгляд, самое сложное – это когда, может быть, даже впоследствии поняв ошибку, понимаешь решение передачи того или иного объекта госсобственности новым собственникам, впоследствии убеждаешься, что кроме самого факта передачи, никакой отдачи от этого нет. Объект приватизирован, перешел в собственность частные руки, стоит, разрушается, портит городской вид, не приносит доходов, охламляется, естественно, и морально это очень неприятно. Но у нас, к сожалению, они задекларированы, они есть на бумаге, но у нас, к сожалению, очень плохо работают механизмы, как бы отслеживающие исполнение взятых на себя обязательств, к сожалению. Эти механизмы вполне могли бы работать, однако верховенство закона не случилось. Здесь общество апеллирует какой-то особой ментальностью и психологией, рассуждает бывший председатель госком имущества, вспоминая о ситуации собственного опыта. Сам очень часто становился свидетелями, когда на защиту нерадивого арендатора или нового собственника становились целый ряд видных представителей его фамилии. Но любопытно в том, что представители разного мира, представители вместе рядом стояли, представители правоохранительных органов, и того мира, с кем они борются, понимаете. И при этом они абсолютно искренне не хотели, абсолютно не хотели выяснить, прав он или не прав. Вот в тот момент их самая главная задача это было его отстоять. А прав он, не прав, это его вопрос, допустим, с теми, кто предъявляет ему какие-то претензии. Это в отношении принятых на себя обязательств. Обеспечить сумму при таких слагаемых довольно сложно. За выполнением обязательств необходимо следить, уверен Кация. Более того, на это хватает законодательной базы, даже при ее несовершенстве. Что касается споров по поводу справедливости самой приватизации, экс-председатель считает следующим образом. С точки зрения простого обывателя, справедливо разделить собственность никогда не получится. Потому что справедливая дележа это, ну взял вот что-то, разделил на 10 частей равных, да, и раздал. Но в этой области не получается, как можно совместить, ну скажем, объект отдыха в Кварчальском районе и объект отдыха в Пицунге. Их можно сопоставить? А технические параметры у них одинаковые. С момента начала приватизации в 2003 году и по 2005 было приватизировано менее 10 объектов, как и за последние два года. С 2005 года по 2014 более 120 объектов. Основную часть собственников представляют граждане Республики Абхазия, рассказывает Кация. Я на своей памяти помню единицы объектов, где не присутствовал кто-либо из граждан Республики Абхазии. Я знаю примеры, когда, и не один, наверное, пример, когда сюда присылаются менеджеры из Российской Федерации. Но им тоже здесь сложно. У них заместители, помощники или кто-то все равно граждане Республики Абхазии. А в смысле того, кто приватизирует, еще раз повторяю, подавляющее большинство – это граждане. На всяком случае, бывают это юридические лица с участием гражданина Республики Абхазии. Но это подавляющее большинство. Вы знаете, как раз иностранный инвестор, по моему офику, он наиболее законопослушен. Потому что он боится последствий. У него на подкорке ответственность та же, как в Российской Федерации. Пришла соответствующая структура, он оставил везде печать и стал разбираться, закрыл все, изъял документы, если он сделал нарушение. Введением реестра ведомство занялось фактически сразу. На сегодняшний день полной картины того, чем же именно обладает наше государство, пока нет. В реестр вносятся новые объекты, однако сам процесс довольно непростой. Он подразумевает большую документационную базу и финансовые расходы. Организации, министерства, ведомства республиканского подчинения пишут заявление в госпомоимущество и представляют весь перечень объектов, которые стоят у них на балансе. Есть такая проблема, что для того, чтобы представить весь перечень документов государственной и республиканской собственности, нужно собрать необходимый перечень по ведению реестра. А это технические документы, государственные акты на право ведения и пользования землей. К сожалению, для этого нужны определенные средства. По мнению же Константина Кацая, зачастую реестровая проблема скрывается в непонимании важности этого процесса многими руководителями объектов. Значительные части руководителей, они просто не понимали, для чего им это надо. Это казалось для них досадной работой. Вот если стоит вопрос об аренде какого-то, а мы не регистрируем договор безреестровых данных и без оформления реестра, тогда они этим занимались или приватизацией, или какой-то передачей, или даже реконструкцией, строительством. Но вот когда стоит где-то что-то, да, и на него надо потратить несколько, ну, может быть, десятков тысяч рублей, а может, сотни тысяч рублей, то он думает, ну, это потом, это потом, это когда-нибудь. Но это когда-нибудь с 2001 года, к сожалению, длится. Практически все госучреждения испытывают следующую проблему. Внести тот или иной объект в реестр собственности желание у министерств и ведомств есть. А вот бюджеты подотчетных правительств и структур не предусматривают затраты на этот процесс. Потому сегодня в реестр внесены 117 организаций, а это 1094 объекта. Есть еще один вид объекта – бесхозяйный. К таким относятся неразграниченные в правах владения после войны объекты. Вот эти объекты, они выявляются, они выявляются министерствами, ведомствами, администрациями, на территории которых они расположены. И создаются необходимые перечень документов, присылаются в госимущество. И вот наш отдел занимается тем, что мы рассматриваем все эти списки, согласовываем, уточняем. И в случае, значит, когда эти документы соответствуют нашим требованиям, мы пересылаем проект постановления в кабинет министров. И там уже на заседании кабинета министров они утверждаются, либо отклоняются. Мы написали министерствам и ведомствам письма, разослали, что там до 31 декабря мы просим представить перечень объектов, стоящих у них на балансе. То есть мы надеемся на то, что они нам пришлют. Главной проблемой Лутфия Кулбая называет отсутствие полного списка объектов государственной собственности. Попытки провести инвентаризацию были дважды – в 2003 и 2008 годах. Нужны тоже средства на проведение инвентаризации, потому что вы же понимаете, что это нужно описать это имущество, нужны средства на то, чтобы задокументировать, стоимость определить. И поэтому и инвентаризации 2003 года, и инвентаризации 2008 года, к сожалению, итоги не были подведены. И поэтому на сегодняшний день очень сложно сказать, сколько ему, какое имущество, количественный состав этого имущества, потому что, к сожалению, все упирается в средства, которых нет. Менее двух месяцев назад госком имущество возглавил Вахтанг Пипия. Новый руководитель рассказывает, что у него есть две программы – минимум и максимум. Фундаментом должна стать программа для эффективного использования государственной собственности. Естественно, все эти годы, со дня создания комитета, очень много сделано и в области законодательной базы, в области подзаконных актов, но оно потихоньку устаревает. И поэтому нам надо сегодня все это возобновлять, эту деятельность законотворческую имеется в виду. И у комитета сегодня очень большие планы, я прямо скажу, грандиозные планы по перестройке нашей деятельности. Идет активная работа над реестром собственности. Также необходимым Пипия считает наладить качественное использование арендных предприятий. Сейчас в общей сложности в аренду сданы 33 объекта государственной собственности. Арендная плата по этим договорам составляет около 26 миллионов рублей в год. Причем по некоторым из них размер арендной платы по обоюдному согласию сторон был увеличен. Сегодня же условия могут и должны меняться, размышляет председатель комитета. Работа должна вестись и с арендаторами, чьи объекты простаивают. Его, к сожалению, в стране нет. 90% сегодня объектов страны не состоят в реестре собственности. Вне зависимости от формы, имеется в виду государственная или частная. Это очень большой объем работы и на это настроена целая группа у нас создана в комитете и этим занимается. Это первое. Второе. Эффективное использование арендных предприятий. Государство сегодня на начальном этапе арендные отношения были созданы таким образом, чтобы предприятия хоть начали бы работать. Всего на сегодняшний день продано 140 объектов. Разделять их по значимости и масштабности дело нелегкое. Из этого числа восстановлено около 70%, рассказывают сегодня в госком имуществе. Общая сумма доходов от процесса приватизации составила более 700 миллионов рублей, так как наше государство еще не имеет полных данных о том, чем же обладает. Работа в этом направлении сегодня, вероятно, является самой основной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова